Я хотела бы вам почитать стихи. Телефон молчит неделями, месяцами писем нет, И реальность обесвечена новостями из газет. Все, что будет заморожено, все, что было, отцвело, Наблюдаю я действительность сквозь оконное стекло. И погодка шепчет ласково и зовет, пойдем гулять. Может быть, любовь ты встретишь, а скорее встретишь, блядь. Коль удастся летний вечер, скоротаешь, веселясь, Когда нет ни капли совести, остается только грязь. Я разучился мечтать и душу свою задушил. На кладбище мертвых надежд нет места для новых могил. Любовь от меня уплыла в свою неземную страну. Теперь я навеки один, мне не с кем делить тишину. Сестра моя ненависть, пой горькую песню свою. Кого покидает любовь, тем нечего делать в раю. Ты знаешь, всему есть конец. Поэзия тоже предел. Поэт до того лишь поэт, когда он любовью горел. А после он просто игрок, который сплетает слова В красивый, изящный клубок. Литература мертва. Какой-нибудь умный дурак, кандидат или доктор наук Плетет паутину словес. Угрюмый, надутый паук. Проводит на теле стиха рациональный надрез И называет увы творением этот процесс. Читатель же обречен блуждать в лабиринтах ума, Выискивать скрытый смысл через словесный туман. Учиться нужно писать, как писали Пушкин и Фет. Когда поэт ясен всем, тогда он только поэт. Узгоджение и керувание. Он пишет, что наша ночь была лучшая на свете. И это мягкий знак, это света, остаточный в союзе и настре. День еще с утра начался погано. Прокинулась от телефона, помилилась, шукала какую-то Тетяну. Потом у троллейбусе продлилась цюга. Притискался щельно и напряженно дмухал у руха. На первом уроке в седьмом классе учени могли бы тянет и отминуться между узгоджениями и керуваниями. На пятом классе никто не впорався с домашним завданием. В одиннадцатом классе замість слова «тиждень» учени вмовлені вживают слово «недиля» и не разразняют науково-публіцистичный стиль. Потом додому зошити, 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 банальные думки, безглуздие синтаксичные конструкции, позбавленные сенсу фразы, а тут еще и он. В одному реченні робить три помилки одразу. Дві грамматичные и одну сместовую. Адже ночь была не найкращая, бо тривала десь пів години, він швидко заснула безвавшими Маринай. Вранці втик видне, вчитель физичного виховання, а і на другий урок. В сьомий класс поясню, а ты відминісь між узгодженням і керуванням. Я тебя любил, я ли это был, безглавольний фет, фразы не впопад, Леопольд Мазок, Франсуа Десад, ночи напролет, томные духи, о цветах и зле, мутные стихи, как Батлер забытый, как Тушкин свят. Фальш ненужних слов, розцепи цитат, паутина сна, Морфий-Морфей, засыпай, Ассорь, кинул тебя в Грей. Браво! Молодец!